Всем привет, на связи ITDoc. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня Apple выпустила новую прошивку iOS 16.3.1, которая исправляет критические ошибки и содержит свежие патчи безопасности. Впрочем, оно и понятно, ведь iOS 16.3 оказалась полна багов и недоработок. Я уже успел накатить новую прошивку iOS 16.3.1 и решил с вами поделиться нововведениями. Ну что ж, давайте посмотрим, что нового в iOS 16.3.1 и зачем ее нужно устанавливать. Буду благодарен, если поддержите меня лайком и подпишитесь на мой канал. Готовы? Тогда поехали! Да, друзья, заходите в наш телеграм-канал, ссылку сможете найти в описании под видео. Здесь вы найдете много чего интересного, в том числе решение любых проблем с техникой Apple. Найти iOS 16.3.1 можно в настройках «Основные обновления ПО». Понять, что новая прошивка направлена на исправление ошибок, можно по ее размеру. В зависимости от устройства размер составляет около 350 мегабайт. Но что же такое исправили в iOS 16.3.1? Вынужден вам признаться, что исправлять в iOS 16.3.1 действительно было что. Итак, в iOS 16.3 Apple наисправляла ошибок, в результате чего многие пользователи начали жаловаться на проблемы с iCloud. А именно, не получалось включить автоматическое резервное копирование iCloud на iPhone. А в настройках облачного хранилища могут некорректно отображаться список приложений, которые использует iCloud. С iOS 16.3.1 эта проблема должна уйти. Купертиноцы новой 16.3.1 доработали функцию распознавания аварии на моделях iPhone 14 и iPhone 14 Pro. Надеемся, что с новой iOS случайных вызовов экстренных служб на аттракционах станет меньше. Также iOS 16.3.1 исправляет проблему, при которой запросы к локатору с помощью Siri могли не выполняться. Ну что ж, надеемся на добросовестность разработчиков. Других изменений в iOS 16.3.1 не наблюдается. Возможно, вы что-то заметили самостоятельно? Напишите в комментариях. Лично я уже успел себе накатить новую прошивку iOS 16.3.1. Проблем особых не заметил. Связь, мобильный интернет, интерфейс работают хорошо. Что касается автономности, говорить пока еще рано. А если вы заметили некорректную работу вашего iOS устройства, поделитесь в комментариях. Вот такая она iOS 16.3.1. Пожалуй, на этом все. Жмем на колокольчик, ставим лайк. Всем удачи и пока!